Таймер запускаем на 30 секунд десатурация. Вначале десатурация, дыхание чистым кислородом. Потом проверка давления в скафандрах, герметизация люков. Но это далеко не все правила, которые космонавты выполняют перед выходом в открытый космос. Процедура подготовки скрепотливая и занимает несколько часов. Любое отклонение, какое-то упущение в контроле или какой-то шаг сделан неправильно, не вовремя, приводит, напрямую влияет на безопасность. В специальном тренажерном зале Центра подготовки космонавтов все как на станции. Люки один к одному, скафандры для выхода и даже вид Земли из космоса. Нет лишней весомости, здесь ее заменяют тросы. Космонавтов, словно марионеток, перевозят от одного стенда к другому. Для посвященных это выглядит причудливо, но не за экипажей специалистов. Юрий Маленченко и Олег Каноненко – космонавты со стажем. За плечами не один выход в открытый космос. В поре снова полет на орбиту. Сегодняшняя тренировка, как оценка на профпригодность. Допустят ошибку, специалисты вправе запретить работу за бортом станции. Им дается задание, они читают это задание, выполняют. И Земля единственное, что делает, это либо в информационной поддержке, по связи осуществляет какой-то диалог с ними, и плюс создает нештатные ситуации, о которых они не предупреждены. Такие тренировки на Земле проходит каждый экипаж. Тренируют даже космических туристов. В истории немало примеров, когда экипажу приходилось совершать незапланированные работы на орбите. В космической истории Олега Каноненко тоже был нештатный выход. Однако об этом он рассказывает неохотно. Другое дело – первые впечатления от космоса. Во-первых, Земля произвела совершенно другое впечатление, чем когда ты видишь из иллюминатора. Во-вторых, фантастические размеры самой станции. Потому что, когда ты находишься внутри, ты же не можешь оценить все размеры МКС. И когда ты выходишь в отвертый космос, видишь масштабы этой станции, это захватывает. Медики подсчитали – за один выход в космос космонавт теряет до трех килограммов веса. Огромная физическая и психологическая нагрузка. Инженеры и конструкторы стараются облегчить работу. Сейчас на станции трудится железная рука – канадский робот-манипулятор. Уникальная гибкая конструкция, которая может переносить не только гигантские модули, но и выполнять мелкую работу. Однако даже с таким помощником без человеческих рук не обойтись. Нельзя противопоставлять человека и машину. Что-то лучше сделает робот. Но человек действительно обладает интеллектом. Что-то может сделать лучше. После тренировки – традиционный разбор полетов. Космонавты заметно устали. Однако вердикт специалистов радует. К работе в открытом космосе допущены.